В преддверии новогодних праздников в Якутске традиционно увеличивается количество дорожных аварий. Инспекторы связывают это с невнимательностью водителей, которые не учитывают погодные условия, а также с большим наплывом машин из районов. Накануне в столице произошло ДТП, где по вине водителя пострадали пассажиры. Виталий Абрамов продолжит тему. После новогоднего утренника молодая мама вызвала через приложение такси, естественно, не указав, что с ней поедет малолетний ребенок. Приехавший водитель также не стал обращать внимания, что к нему в салон сел маленький пассажир. И вот на перекрестке улиц Жарницкого и строителей Тойота Корса влетела в бок рейсового автобуса. Всех пропустили, потом он пошел. И я за ним пошел, уже красный, я уже пошел. И что-то смотрю, он уже летит, куда я... И он меня в бок стукнул. Но он сильно летел. В результате ДТП мама с ребенком были доставлены в больницу. Никто не был пристегнут. К счастью, все обошлось ушибами. В автобусе также отделались испугом. На водителя такси составили протокол за нарушение правил перевозки детей со штрафом в 3000 рублей. Предварительной причиной ДТП является непредоставление преимущества в движении водителям автобуса. Сопутствующая причина получения травм пассажирам – непристегнутый ремень безопасности. Также необходимо отметить, что в этот день был сильный туман, что заметно осложняло дорожную обстановку для автомобилистов. Госавтоинспекция рекомендует всем водителям не забывать в предновогодней суете о соблюдении ПДД, в том числе и пешеходам. Только за последние дни произошло два наезда по вине самих пешеходов, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. В эти дни якутский батальон будет работать по усиленному варианту несения службы с увеличением количества автопатрулей. Виталий Абрамов, Андрей Рукавишников, НВК Саха, Якутск.